Привет, мои дорогие вольные слушатели этого курса, курса по макроме. Сегодня уже пятое занятие. Это занятие тоже посвящено у нас будет мастер-классу. И что мы будем делать? Наверное, вы видите, у меня на фоне висят панно. Я их делала очень давно, уже год назад, наверное. Они сделаны у меня из обычного хлопкового шнура, из которого вот мы плели кашпо на прошлом занятии, да, с которым вообще, ну, мне кажется, можно начинать и учиться плести макроме. Вот, хлопковый шнур, он у нас не расползает на волокна. Это всё, вы знаете, из первого занятия, да. Не создаёт бахрому, но вот на вот этой оранжевой, вот здесь я бахрому делала просто вот отрезая, да. И видите, остаются. В общем-то, это выглядит достаточно красиво. И это вот два моих любимых панно, которые я оставила себе, никуда не продавала и никому не отдавала, не дарила. Вот, сегодня я тоже хочу вместе с вами сплести панно. Достаточно красивое. Я выбрала, придумала, подогнала все отрезки, чтобы нам хватило 50 метров. Если вы покупаете у меня шнур, может быть, это один моточек шнура. Вот, и я надеюсь, что у нас всё с вами получится, потому что мы уже знаем все узлы, мы уже всё умеем, всё вообще прошли. Так, и также я ещё обязательно добавлю здесь видео уже, которые мастер-классы у меня есть, например, да, из хлопкового шнура на моём канале, потому что я плела их с хлопкового шнура достаточно долго и, естественно, снимала, и там тоже у меня всякие панно, всякие ещё штучки. И самое главное, что я делаю из хлопкового шнура, я плету авоськи, и сейчас вот у меня даже сумочки не начала плести, то есть хлопковый шнур. Три, четыре, пять миллиметров шикарно подходит. Вот это у меня четыре миллиметра, но сегодня я буду плести из трёх миллиметров. Главное, что нам нужно с вами где-то найти палочку, основу, либо это может быть любая вообще основа, какая у вас есть, это может быть спица, да, какая-то. В общем, палочка и шнур любого цвета, и давайте поедем, будем плести его. Я не буду углубляться, да, как плести узлы какие-то, потому что вы уже у меня на пятом занятии должны всё знать. Но в основном это будут репсовые квадратные узлы, которые чаще всего применяются в макраме. Хочу поделиться с вами лайфхаком. Если вдруг у вас нет палочки дома какой-нибудь деревянной, но вы очень хотите плести и не на чем плести, но у вас есть палочки от суши или просто какие-то ненужные деревянные штучки, вот у меня это из фикс прайса, то если вас смущает цвет, я покрасила их красками, высушила, и сейчас у меня будет вот такая вот деревянная палочка, потому что у меня закончились. И также я буду использовать в своём панно два цвета. Посмотрите на картинку, которая будет далее, и там будут подписаны, сколько метров, какого шнура я отрезала. И для начала мы крепим наш отрезок, который будет у нас как петелькой, на которой мы будем вешать. Мы делаем просто здесь вот такие узелки, один или два. Я думаю, что одного хватит, и потом мы, надевая на него, наши остальные отрезки спрячем. Вы можете расположиться как на столе, прикрепив по бокам вашу палочку, так же и на рейле, прикрепив тоже за бока, либо за вот эту верхнюю нашу штучку. Для начала нам нужно лицевым креплением прицепить наши отрезки на палочку. Первые четыре отрезка у нас идут по 3 метра, их я надеваю с одного края и с другого. Продолжение следует... Далее я таким же лицевым креплением прикрепляю к нашей палочке три отрезка по 2 метра. Я делаю это с одной и с другой стороны. У меня выбран другой цвет для данных отрезков, но вы можете делать все одним и тем же цветом, в этом нет никакой разницы. И последними я прицепляю лицевым креплением шесть отрезков по 2 метра по центру. Теперь я начинаю плести наше панно с центра. Я беру первые четыре нити и проделаю квадратный левосторонний узел. Далее я еще беру четыре нити и проделываю еще один квадратный левосторонний узел и потом еще один. В итоге у меня получается три квадратных левосторонних узла. Далее я буду соединять первый узел со вторым и возьму две нити у него и две нити у второго. Соединение проделываю также квадратным левосторонним узлом. И в этом ряду у нас получается два квадратных узла. И потом мне нужно будет соединить из второго ряда как бы первый и второй узел. Я возьму две нити у одного, две у другого и проделываю один квадратный узел. Получился такой треугольник. Теперь мы будем проделывать репсовые диагональные узлы. Берем нить, которая показана на видео и оплетаем ее остальными нитями по два раза, доходя до середины. Также будем проделывать нитью с другой стороны. Здесь я хочу напомнить вам, как плетется репсовый узел. Пожалуйста, вспомните, посмотрите на видео и плетите до середины. Когда мы проделывали по одной линии с одной и с другой стороны, то сейчас берем опять самую боковую нить и оплетаем ее опять всеми же нитями до середины по два раза. И доводим ее до середины. Из другого края берем также одну нить и ее оплетаем. Все это репсовыми узлами делаем. Далее мы будем вести нашу нить опять по диагонали вниз и создавать начало ромбика. В одну сторону плетем до конца и другой нитью мы тоже с другой стороны доплетем репсовыми узлами до конца. И так же нам нужно будет проделать второй ряд репсовыми диагональными узлами, то есть оплетаем нить еще раз вбок в эту сторону и в другую сторону. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Теперь по центру мы будем делать квадратный узел. Берем две нити, у нас будут боковые и четыре у нас будут в середине. Мы их будем оплетать. И делаем квадратный левосторонний узел по центру. После того, как делали узел, нам нужно будет сейчас закрыть наши ромбик репсовыми узлами. Берем сначала нить, которая у нас нижняя и проделываем до середины репсовые узлы. Потом будем брать верхнюю нить и также проделывать репсовые узлы до середины с одной и с другой стороны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Приступаем к нашему заключительному ромбику. Берем опять нить ведущую, делаем на ней репсовые узлы, но ведем теперь репсовыми узлами не до конца, а проделываем только три нити. И по бокам у нас остается по две нити. Проделываем в одну сторону и во вторую. Также у нас здесь не будет второго ряда репсовыми узлами, как было во втором нашем ромбике. Но мы также проделываем здесь квадратный узел по центру, правда берем по одной нити боковых и четыре нити в центре. Проделываем левосторонний квадратный узел и закрываем наш ромбик репсовыми узлами диагональными в одну и в другую сторону до середины. Приступаем к нашим следующим нитям. Это три отрезка и шесть нитей. Здесь мы тоже будем делать репсовые узлы. Берем вторую нить и оплетаем ее всеми остальными нитями до конца по диагонали вниз. Когда оплели ее, то берем первую нить и оплетаем также всеми нитями и ее. У нас получается как бы два ряда репсовых узлов по диагонали вниз. Теперь, чтобы проделать волну из репсовых узлов, мы берем нить, которая у нас была первая ведущая и ее оплетаем всеми остальными по диагонали вниз до конца. А потом мы возьмем нить, которая у нас осталась крайняя с другого боку и оплетем как бы второй рядок. Это у нас такая будет волна из двух рядов репсовыми узлами. Две волны у нас готовы, поэтому переходим к третьей и повторяем то же самое. И таких у нас будет раз, два, три, четыре, пять, шесть. То есть нам нужно будет сделать шесть таких волн. Но все это на видео, естественно, у меня будет показано. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо! Продолжение следует... Продолжение следует... Проделали с одной стороны, теперь переходим к остальным оставшимся нашим отрезкам и будем проделывать все как бы зеркально, но точно такие же волны из репсовых узлов в два ряда репсовых. Надеюсь, что у вас они очень хорошо получаются и вы приловчились их плести. Продолжение следует... Теперь, когда мы проделали две волны, нам нужно их соединить. Я придумала такое соединение. Смотрите, мы складываем две наших нити, потом берем две нити с нашего первого участка готового и через низ прокручиваем в центр два наших отрезка и подтягиваем. Также на двух наших нитях подтягиваем. У нас получается два таких бочоночка. И потянув в одну или в другую сторону эти темные нити, мы всегда можем потянуть поближе. Вот, теперь у нас берем крайнюю нить белую и просто наплетаем на наши две темные нити и другую тоже сторону берем и наплетаем. Вот у нас получается вот такое вот крепление и здесь видно, что у нас как бы есть белые нити, да, присутствуют. А дальше мы просто проделаем по два репсовых узла и так у нас соединятся наши две работы. Теперь нам осталось проделать только боковые светлые, да, вот вы видите, что я уже сделала. И у меня здесь получаются репсовые ромбики и квадратные узлы в центре. Нужно проделать то же самое с этой стороны. Мы берем средние нити, оплетаем их до конца по диагонали, то есть в одну сторону и в другую. Потом в центре мы берем боковые нити по одной и плетем квадратный узел. Но я думаю, что сейчас на видео вам все это будет довольно-таки понятно и ясно. Вот сейчас делаем квадратный узел. По одной нити берем сбоку, четыре в центре. Проделываем левосторонний квадратный узел. Сейчас закрепляем его и далее ведем наш ромбик диагональный репсовый получается к середине с одной и с другой стороны. Проделываем левосторонний квадратный узел. Проделываем левосторонний квадратный узел. Продолжение следует... И таких ромбиков у нас должно получиться 6 штук. Все они однотипные, и я надеюсь, что они с легкостью вам даются. Сейчас нам нужно соединить наши 6 ромбиков с одной и с другой стороны. Я проделываю вот с этой нитью дальнейшие репсовые узлы до конца в этой части и в другой, а потом я скреплю их также репсовым узлом, первую и вторую часть. А сейчас я проделаю еще один ромбик, такой же, как мы делали, но буду использовать чуть больше нитей, 4 нити получается. И потом также в центре сделаю квадратный узел. По бокам у меня будет по одной нити, а в центре у меня будет 5 нитей. Продолжение следует... Продолжение следует... И в завершении сделаю просто маленький ромбик из двух нитей. В центре не будет никакого квадратного узла, просто репсовыми узлами вниз по диагонали сначала вбок, а потом в центр. Вот у нас и получилось такое прекрасное панно из шнура 3 мм. И вы можете теперь только подрезать, да, вот здесь вот концы, так как вам захочется. Но еще я могу вам предложить такой вариант украшения. То есть у нас внизу там остались отрезки, некоторые длинные. Вот, например, вы отрезаете с конца отрезок вот столько сантиметров, да, это у меня в баланс сложен. Вот такой вот отрезок. И сейчас можно украсить вот этими короткими отрезками. Вот здесь вот видите, у нас остались как бы полоски. И мы можем вот в эти полоски вот так вот начать лицевым креплением прикреплять наши отрезки. Можно один, можно два, можно их покороче делать, можно их подлиннее делать. Не знаю, начали вы делать вот эту вот бахрому или нет, но если сделали, то тоже обязательно подрежьте, чтобы было ровно. Если не сделали, то подрежьте вниз. Надеюсь, что у вас получилось такое же классное панно. И вы довольны, и вы молодцы. Ну, я поздравляю, у нас получилось вот такое прекрасное панно. Мне очень интересно посмотреть, какие вы взяли цвета, или у вас может быть одноцветные. В общем, присылайте мне в инстаграм, в директ, свои работы. Вообще, мне очень безумно нравится то, что у нас получилось. И я уверена, что репса вывела и вами уже изучены, и вы можете плести их вот так вот, и квадратные, тем более. Очень рада, что мы с вами уже добрались до пятого занятия. Также рекомендую просмотреть, какие панно я делала давным-давно. Еще я выкладывала мастер-классы. Я все оставлю под видео, все ссылки. Вот. И спасибо, что смотрите. Спасибо за подписку, за лайк и за все остальное. Все, всем пока-пока. Встретимся на следующей неделе. У нас будет шестое занятие, и нам уже понадобится не хлопковый шнур, а хлопковый шпагат.